итак друзья всем привет значит расскажу предысторию прям в самом начале видео расскажу предысторию вы на нашем youtube канале мы все там же ребят короче все тоже самое но но у нас появляются периодически интересные истории как в журнале яролаш и люди некоторые приходят и такие о смотри вот это вот интересное о смотри вот это вот интересно о смотри вот это какой прикольно о смотри какой говно и прочая всякая штука то есть мы лично с людьми общаемся и заочные люди фотки присылают и короче всяко раз так вот и чё-то как-то последнее время у нас люди повадились таки приходят и говорят у вас нет к 9 игры в смысле что что есть к 9 они такие ну лампы такие есть игру но в моем подсознании к 9 это фильм такой старенький про собачку где там сыщик и прочее ну вот команда к 9 они таки не 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 это вот лампы есть ну ладно не придал значение потом приходит еще человек еще люди приходят такие к 9 лампы мы там на 24 вольта их ставим и там их в легковушку пика светят просто прям вообще великолепно играю ребят что за фигня не прям вот начали массово приходить люди говорит что к 9 очень крутые очень недорогие лампы и светят я говорю окей а гарантию то хоть дают они такие одни прям полгода другие такие три месяца четвертые такие год и такой что серьезный год дают гарантию антики да далее вот сказали что есть гарантии если что в течение год придешь игре а как люди запомнят что конкретно ты приходил и как бы вот в течение года антики ну наверное меня запомнит игроке и брат давай давай потом придешь тебе скажут и не тут покупал в соседнем магазине как ты докажешь и вот как бы в этом есть большой вопрос но но друзья башка варит голова думать не просто так шапку носить я задался этой темой и действительно нашли мы такие лампочки к 9 вот ребят к 9 лампы да как вот старый фильм про собачку с сыщиком к 9 действительно такие существуют действительно 9 32 вольта флаг российский нарисовали 180 ватт 15000 люмен рашин технологии лет хидлайт японский бог где же вы производитесь не написано нет светодиодные лампы лет яркий свет ребят это не просто так это яркий свет но как бы тут даже и что-то как-то нет где их производят может быть вот тут есть в описании сейчас посмотрим дарай-дарай компакт дарай-дарай так инспекция море море эффект шинок систем просто 6000 кельвинов от минус 40 до плюс 80 9 32 вольта 180 ватт 15000 люм нет не написано ни хрена где их производят ну наверное в россии собирают наверное естественно коробки бмв конечно бмв они очень нужны эти лампы совместимы с бмв и регион коробка просто шикарная просто забыли написать что производится в китае но ничего страшного будем отталкиваться от того что есть и короче ребят у нас будет два видео с вот этими вот лампами первое сегодня вы посмотрите а второе потом в этом видео мы сравним в принципе плюс-минус ценовой категории с лампами которые есть непосредственно у нас f31 отдавкная посмотрим ребят сравним эти две лампы и как бы дадим какое-то заключение то есть а стоит ли смотреть или в принципе с годом гарантии проще взять f31 и как бы не мучить себе мозги это давк на f31 и не в пластиковом корпусе потому что есть подделка она прям пластиковая такая серенькая это металл ребят это металл сейчас докажу сейчас как докажу вам всем что это металл вот смотрите это металлическая лампочка ребят туда в кная она в металле существует еще такая же поддельная которая прям в пластике пластиковым так что будьте аккуратнее подделки есть и так вот так выглядит f31 то есть простейшая лампа компактно аккуратно светит круто завоевала своего потребителя гарантия год прям по гарантий нику гарантия год и многие уже клиенты кстати убедились они их ставили и в ближний и в дальний прям вообще хорошо прям вообще хорошо это f31 ребят то с чем мы будем сравнивать сегодня к девятую не лампу пожалуйста коробочка пожалуйста коробочка друзья мои вот так лежат там две лампочки очень сильно эти лампы напоминают те лампочки которые были у нас много лет назад и назывались f16 вот это вот структура по крайней мере прям очень сильно напоминает лампы с драйвером аккуратненькие компактненькие но дешевенькие то есть вот здесь вот вот это вот все резиновая без оплетки очень маленький компактный драйверный блок значит с датой с датой с датой выпуска 15 12 22 ребят вот дата выпуска даже здесь есть дата выработки ламп здесь все зафиксировано очень хорошо маленький аккуратный кулер очек да он и тут не огромный да в принципе нормальный 7 лопастей здесь 5 лопастей здесь уже прям заявка на победу да 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 лампа полностью металлическая да что у нас здесь еще крутится 360 градусов это очень хорошо и что-то похожее на ванночку ребят сейчас в данный момент это уже не актуальная структура вот это вот но почему бы нет то есть если лампы дешевенький да еще умеет светить хорошо окей есть медная пластина да друзья мои и что единственное смутило меня смотрите в дешевом сегменте вот такие чипы лучше то есть даже если они торчат но попадают свет теневую границу то есть именно фокус самого света это хорошо здесь вот такие вот чипы вот такие ребят и вполне возможно это в линзу но физика говорит о том что в линзу сие чудо не будет светить но это мы проверим но друзья вот такие вот чипы прям большие прям широкий то есть были бы они просто длинные это один разговор а тут они прям широкий такой как квадратик да и вот мне стало интересно сравниться посмотреть что такое наш недорогой сегмент с годом гарантии повторюсь что такой недорогой сегмент у других просто сравнить просто посмотреть нет никакой цели выявить кого-то победителем есть интерес просто проверить а как она у других вот ребят поэтому сравниваем сейчас посмотрим в рефлекторе посмотрим сравним потом в линзы пихнем посмотрим сравним и сделаем какие-то вывода стоит ли смотреть сторону к девятых ламп или наших в 31 вполне достаточно и гарантия на них прям вот точно есть один год друзья поэтому переходим в видео ночной тест посмотрим разберемся итак господа ну что же давайте с вами все-таки сравним вот эту вот лампу к 9 к а 9 ребят и f31 лампочку вот посмотрим кто из них лучше в рефлекторе кто из них лучше в линзах но прежде чем мы начнем делать какие-то выводы нам надо посмотреть как светит правильно галоген в рефлекторе смотрим а и так господа ну что все стандартно все тоже самое стг подсветка знаков это веста вот такое вот светораспределение запомнили заскринили теперь переходим коридор вот такой вот уголочек выдает наш замечательный рефлектор от лада весты уже много лет нам помогает и вот так должен распределяться свет друзья то есть запоминайте вот так вот то есть вот он уголок вот она полочка все стандартно никаких поплывов никаких вот засветов запомнили переходим светодиодов ну и начнем господа с новинки к 9 она у нас новое сразу чтобы был хоть какой-то контраст на базе того что вот может галоген и что может эта штука и так мы устанавливаем ее в рефлектор вот поставили цокер берем лампу берем лампу находим пазики и устанавливаем проводом вниз друзья я напоминаю стандарты установки чтоб все получилось проводом вниз подсоединяем фишечку подсоединяем фишечку друзья мы проверяем полярность не попали переворачиваем проверяем попали все замечательно смотрим на стг а вот это интересненько ребят вот получается у нас какая штука то есть давайте покрутим да вот мы можем настроить мы все-таки можем настроить стг да друзья да с усиленным горячим пятном но принципе неплохо то есть свет прям прям даже не двойной а неплохой неплохой ребят вот есть уголочек вот есть подсветочка знак но смотрите друзья если мы присмотримся то мы видим две стг да сейчас в коридоре это будет более ярко выражено но посмотрите вот снизу есть полоса и сверху есть полоса план давайте коридор переходим и да а вот тут как раз это будет очень круто видно вот смотрите друзья то есть вот здесь есть стг мы ее тащим 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 вот Вот тут СТГ уже размывается, и посмотрите, вот слева практически света нет вообще, справа свет присутствует, но вот, как я и говорил, друзья, две полосы, то есть смотрите, одна растворяется, вот эта, которая выше, а которая ниже остается, но при этом, если мы поднимаем свет выше, вот эта вторая полоса сверху, точнее вот верхняя полоса, она уже начинает в глаза бить стречку, а нижняя еще не досвечивает до уровня вперед. И у вас получается, вот вы уже слепите, видите, на заборе появляется, вон там вдалеке на гараже свет, а нижняя СТГ, она не дотягивает, и у вас получается вот этот слева черный такой, черный провал к чертям собачьим, а справа, да, какая-то вот эта блеклая херня есть, и по сути есть просто большой-пребольшой зуб и вправо свет, а СТГ как таковой, ну она вроде бы есть, но ее настроив, вы просто останетесь без света, друзья. У вас свет упадет ближе к автомобилю, чем он должен быть. Ладно, давайте поставим F31 в рефлектор и посмотрим, как светит она. Итак, ребят, чтобы поставить F31, мы с ней делаем, в принципе, все то же самое. Берем, устанавливаем цоколь, защелкиваем и, соответственно, вставляем и проворачиваем. Все, точно так же проводом вниз, ребят. Вот, ну у F31 есть один момент, ей вообще похеру, как проводом вниз, проводом вверх, надо посмотреть просто СТГ, будет ли она плыть. Ой, мы не попали в полярность, ничего страшного. Берем, переворачиваем, плюс с минусом, хлоп, и все, ништяк. Смотрим СТГ. Ребят, ну вот давайте покрутим, давайте покрутим, вот она есть уже СТГшка, я уже вижу, все великолепно и прекрасно. И нет никаких двойных поплывов, то есть нет верхней, нижней СТГ, все сходится в один зуб, вестовский, стандартный, вот этот с двойным зубом справа. Но при этом у нас одна единая СТГ и нет никакого раздвоения свет-теневой границы, ребят. Давайте в коридор покажу. Вот смотрите, вот вы настроились, да, вот мы вот здесь на той лампе уже потеряли свет в районе СТГ, то есть он пропал слева. Здесь слева свет есть, друзья, и причем вот смотрите, мы водим, водим, да, то есть вот уже когда подходит ближе к гаражу, да, выше уже все ослепление. Но вот здесь мы не теряем слишком свет в свето-теневой границе, то есть она, лампа дает свет ближе к свето-теневой границе, чем непосредственно К9. И вот в этом и есть весь парадокс, то есть тут вы платите за лампочку, которая в рефлекторе толкает весь свет вперед. То есть вы не платите за то, что у вас перед тачкой света больше, а в линию СТГ толкается там отблеск. Здесь лампа полностью распределяет свет так, как он должен распределяться, то есть не самый топовый вариант, но при этом F31 лучше в рефлекторе. Давайте теперь пихнем в линзы эти лампы. Ну и господа, давайте же сразу посмотрим еще и в линзах эту лампу, потому что ее также продают вам еще и в линзы, чтобы вы там, ох как, сейчас свет у вас будет просто великолепно. Ставим эту лампу в линзу и смотрим, что она умеет. То есть вам же ее продадут как компактную, как офигенную, как нифига себе светящую, да в линзы, да в рефлектор, друзья. Ну в рефлекторе мы уже убедились, что это не то. А по поводу линзы сейчас будем смотреть, что она умеет. То есть вот зоколь поставили, установили все. Все, вставляем лампу, устанавливаем проводом вниз, все стандартно, ребят. Подключаем, значит, фишечку, где у нас фишечка, вот она. Оп, хлоп, не попали. Переворачиваем. А вот и попали. Итак, смотрим на стену. Вот просто обратите внимание в центр, да. Вот что это такое? Вот слева у нас есть полка, справа вот это вот шло, 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 закончилось. Потом упало и дальше пошло. Давайте покрутим. Вот начинаем вращать, смотрите, слева растет световое пятно, которое поднимается, да. И снизу мы видим вот это циркулирующее туда-сюда непросвет вот этот черный, ребят. И он прям вот меняется, смотрите. То есть если мы крутим сюда, слева у нас подсвет появляется над линией СТГ. Крутим сюда, справа такая херня. Ладно, настроим максимально вот так вот, так скажем правильно. И при этом провод у нас будет смотреть чуть-чуть вправо и вниз. Ну, ярко выраженного горячего пятна я не вижу. Оно размытое. Справа какие-то черные провалы, вон, смотрите, деленые какие-то световые потоки полосы. Снизу просто огромный провал. Фу, гадость. Давайте в коридор, Александр. Ну вот, смотрите, друзья. Вот тут прям вообще отчетливо видно. Вот в центре мы имеем хуй, простите за выражение, но посмотрите вот этот вот подъем над линией СТГ. То есть какая-то вырванная палка торчит вперед. Как это можно назвать? Хуй. Справа и слева двоица, посмотрите. Справа и слева практически одинаковые. Слева более ярко выраженное. Справа, ну, менее ярко выраженное. Такое вот оно просто вот отблеском каким-то, ребят. И вот так вам предлагают ездить. То есть вот пятно справа вообще не светит ни хрена, слева еще хоть как-то. То есть как вам надо фару настроить? Вот так, блядь, вправо каким-то досветом, влево не ярко. А если лампа нагреется, она еще и сдеградирует. То есть у вас будет вот такой вот рваный кусковой свет. И вы еще говорите, это светит. Ага, ладненько. Давайте F31 пихнем и посмотрим, как должно светить. Итак, берем F31 лампу, вот эту без драйвера, друзья. Вот устанавливаем в штатные места. То есть, пожалуйста, установили. Берем лампочку, находим пазы, устанавливаем проводом вниз. Все те же самые условия, ребят. Подключаемся. Подключаемся от единой штуки, от единого автомобиля. Никаких плюсов тут нельзя ничего накрутить. Не попали мы. Переворачиваем плюс-минус. Максимально, блядь, непредвзятые тесты. Это, честно говоря, напрягает. Итак, господа. Ну что, вот смотрите, более или менее что-то похожее на свет от линзы. То есть я не говорю, что это эталон. Я не говорю, что это круто. Но при этом, друзья, мы видим хоть какое-то. Вот более-менее ярко выраженное горячее пятно. Вот более или менее. Да, свет тоже неровный. Он такой немножко рваненький, ребят. Но при этом он равномерен. То есть вот нет такого, что где-то есть жесткий провал. И снизу, посмотрите. Да, вот он гуляет этот, не просвет, но он копеечный. Он маленький. Ну и лампа не заявляется для линз. Она для рефлектора больше или для дальнего света. Давайте в коридор, Александр. Ну и вот смотрите, ребят, насколько получается свет равномерный. У нас и справа свет есть, и слева. Он не супер яркий. Он ярче, чем у той лампы. Но при этом, друзья, у нас нет никакого хуя здесь. Никаких яиц. У нас свет распределяется равномерно. Да, с поплывами. Да, есть какие-то пятнышки в световом потоке. Но если выбирать между двумя лампами, друзья, вот это светит лучше. Если можно говорить о том, что из этих ламп что-то выбрать в линзу, я бы выбрал F31, потому что свет более равномерный. Заливка получше, ребят. Вот и все. Подводим итог. Итак, господа. Ну что, подводим итог, да. К9. Не в рефлекторе. Нормально не светит. Вот какая-то прям вот рвань. Как раз вот за счет вот этого крупного чипа. Это 100%. Ни в линзе нормальный световой поток не выдает. Потому что вот справа где-то вообще света ни хера нет. По центру такая елда. Туда вот выходит и все. То есть вы едете и вот это, блядь, два у вас таких пучка. Вот таких вот, друзья. Вот таких у вас. Два пятна вот эти. Два хуя такие. Оба, оба, оба. И вы едете, людей дразните. Вот так. Здорово. На самом деле. О-хо-хо. Очень круто. Не знаю. Кому нравится с хуями ездить вот так вот, блядь. Бога ради, ребят. Берите. К-9. Великое дло, блядь. Ни в рефлекторе, ни в линзе не показало себя нормально. Ф-31. Да, лампочка для рефлектора. Да, можно в линзу, если уж денег нет, но хочется лучше, чем галоген. Будет светить лучше, чем галоген. Гарантию имеет, ребят. И помимо этого еще, ну, прям неплохо светит. Честно. Вот, ну, неплохо. Я бы выбрал что-то лучше, но тоже пойдет. Тоже пойдет, тоже неплохо. И для дальнего света тоже вообще шикарный вариант. Ну, поэтому, ребят, делать, конечно, выводы вам, естественно, что вы там увидели, пишите в комментариях, на СТГ, в коридоре, ребят, напишите обязательно. Если вы согласны со мной, поставьте палец вверх или сердечко. Смотря где вы нас смотрите, там то и тыкайте, если нравится. Вот, ребят. Ну, и подпишитесь на нас, чтобы не прозевать новые видео, потому что вот это еще в одном тесте засветится, и мы покажем, как надо светить. То есть не просто что-то дешевое, а будет топовое. Так что не забывайте, подписывайтесь, не пропускайте наши видео, ставьте лайки, одобрения, ну, и прочие всякие штуки. Если нужны лампы, обращайтесь. Подбор работает всегда и для вас. Все ссылки есть в описании под этим видео. Всем спасибо. Пока. До новых встреч.